И вот мы опять в парке. Я продолжаю показывать вам парки города Анкреджа. И сегодня будем гулять вот по этому парку. Покажу, расскажу, что здесь интересного, что мы сами увидим. И вот мы идем сегодня в Гусиное озеро. Направляемся туда. Вот такая прогулочная тропа. Чтобы попасть к этому озеру, надо пройти через мостик над дорогой Нортен Лайт. Улица Нортен Лайт переводится как Северное сияние. И вот мы сейчас по этому мостику будем переходить. И вот так вот здесь уже. Начали тоже на такой вот обычай. Молодожены вешают замок. Ну, чтобы жизнь была крепче, наверное. И вот это только кто-то начал. И другие подхватили. Анкреджа. И мы находимся сейчас вот здесь, где эта желтая стрелочка. Вот тут. Вот зелененькое это все парки. Ну и помимо вот этого всего здесь везде все равно зелень. Это там мы живем. Это там мы живем. Ржавый козел, это рядом с нами. Здравствуйте, горе. Есть такой ресторан. И вот такой столбик и показывает направление университетское озеро или озеро гусей, Гуслейк. И вот сегодня мы отправляемся в другую сторону. Так, и вот мы вышли. Вот такой вот у нас вид на горы. Туда дальше парк пошел. И вот это здание, это, ну, как объяснить? Когда лето, то это типа раздевалки для того, чтобы плавать в озере. То есть можно вот там раздеться, переодеться, оставить свои вещи. Все так устроено, что можно в этом озере купаться. И вот я уже показывала в других парках. Вот такое вот, как мусорка такая. Сделана она специально так, что медведь ее не откроет. То есть только человек может открыть. Потому что люди иногда выбрасывают пакеты с векалиями животных, банки какие-то там. Ну, то, что животное может найти, съесть и потом заболеть. Вот мы выходим на площадочку на такую. И здесь такой вид красивый открывается на горы. И вот здесь вот стоят такие вышки. Летом на них сидят спасатели и наблюдают, чтобы никто не утонул. Вот одно само озеро. Оно замерзшее. А вот его не чистят, потому что Делин сказала, что раньше на нем катались на коньках. Но вот сейчас оно все заснежено. И вот только через него здесь вот видно, что кто-то ехал, ходил. Похоже на санках ехали и шли, и тащили санки за собой. А вот эти здания, которые впереди, за деревьями, это здание госпиталя. И дальше уже там идет университетская территория, тоже здание университета. И вот так вот еще там какой-то домик. Домик на озере. На этом озере оно небольшое. И вот я вижу только один домик. А вот за вот этим лесочком, там идет уже университетское озеро с бобрами, которое я вам показывала. Там видео, где живут бобры. Я ссылочку оставлю в описании. Можно будет посмотреть. Тоже очень интересное озеро. И такой бобровый ландшафт, как говорят. Деревья такие повальные, подгрызанные. Ну, очень интересно. Вот такое вот озеро. Ну, сейчас вокруг него немножечко есть пройдемся, погуляем. Вот так вот большой камень. Здесь вот такие большие камни по парку стоят. А по-английски – glacier. То есть, в принципе, похоже на глыбу. И вообще, я заметила много очень таких вот слов, которые очень-очень похожи. Запоминать легко зато. Но тут дорожку не почистили. И такие вот отважные кто-то, пешеходы, здесь ходил. И мы решили не рисковать, чтобы не утопать снеги, потому что проваливаешься чуть ли не до колена. И мы выберем более легкий путь. Так вот нашли мы дорожку, где проехала машина, которая чистит. Но, похоже, мы здесь тоже первопроходцы, потому что она не утоптана. И мы так немножко проваливаемся. Вот немножечко трясет камера, когда я иду. Многие так проваливаются в снегу. Вот так вот лоси объедают. Вот так вот лоси объедают. Вот коров. Деревья. Вот они, следы его. Ну, на сегодняшний день для этого парка нужно купить снегоступы. Такое здесь тоже есть. Я как-нибудь покажу в магазине. Очень много разных снегоступов. И вот тоже люди одевают такие вот вещи на ноги и гуляют. То есть, чтобы не проваливаться, а идти спокойно просто по снегу. Я решила пойти по следам, но это, похоже, были лоси следы. И я прям по колено туда провалилась. Я в интернете где-то смотрела информацию, что вот такие вот повальные деревья в парках не убирают специально, чтобы вот на самом деле создавался вот такой вот сказочный вид. Ну вот и все. Возвращаемся мы обратно. Идем мы опять к речке, к этой маленькой речке, от которой наш путь и начинался. Вот она, эта речка. В другом моем видео я показывала именно вот тропу, по которой можно бегать, ездить. И вот так вот эти столбики везде указатели стоят. И на них написано. Налево пойдешь, направо пойдешь. В общем, все, что нужно для жизни. Вот можно пешком идти с собаками, можно на велосипедах тут нарисованно все. Вот, и за собаками нужно убирать нельзя, чтобы они тут просто так бегали. И вот так стрелочки. Вот Гусс Лейк, куда мы ходили. Честер Крик, трейл, тропа, по которой мы ходили в прошлый раз. Вот, все указано. Иди указатели, не заблудишься. Ну, мы возвращаемся. И всем пока-пока.